Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Режиссер, продюсер и общественный деятель Владимир Левкин Владимир, здравствуйте Здрасте Рада видеть вас в нашей студии Как ваше настроение сегодня? Отлично Отлично, тем более, когда она, против, прекрасная девушка Я специально очки одел, чтобы было понятно Вот если вы такое видите в очках, значит, моих дом Спасибо большое О чем там вы исполняете? О жизни Отлично, спасибо, я послушаю Особенно вы сейчас по поводу очков очень хорошо Мне понравилось Программировали практически меня Вообще, вот с плохим настроением как в жизни справляетесь? С плохим настроением нужно справляться очень просто Подходишь к зеркалу и начинаешь улыбаться Сам себе Это ваш способ? Улыбаться, да До того момента, пока вот сам себе не понравился Ну и так Не прошло дальше Есть какие-то у вас запретные темы, которые вы не любите о чем-то говорить? Вы знаете, я не люблю ходить в какие-то такие глубокие воспоминания Потому что я считаю, что то, что было, оно было И это нормально Честно говоря, если я там кого-то чем-то обидел Я уже просил у себя прощения Те, кто простили, это слава Богу А те, кто не просили Это их, да То есть у нас сегодня сейчас интервью Просто разговор о чем-то здесь сейчас, сегодня Есть у вас в вашей жизни день, который бы вам хотелось прожить еще раз? Ну я его не помню Я, правда, этот день не помню Это день моего рождения Хотел бы прожить его еще раз И хотя бы помнить, что там происходило В момент, когда вы родились? Да Почему, интересно? Потому что очень интересно Дело в том, что у любого человека Именно в день его рождения закладывается вся жизнь И хоть хотелось бы там глазком посмотреть Как это было? Еще там такое Регрессия есть как раз Тема такая регрессивный гипноз И вообще регрессия, это как раз уход Не хочу гипноз, это неправильно Я считаю, что каждый человек должен жить сам В гипноз надо обращаться только в том случае Если реальному человеку не потерялась память И он хочет восстановить какие-то События, да? Свои жизненные этапы, циклы Я этот пух, к счастью В памяти все помню Единственное, что, конечно, столько людей За мою жизнь прошло перед моими глазами Что иногда даже вот очень сложно вспомнить Где мы виделись, что мы виделись, как мы виделись Но это вполне нормально Ну, в принципе, да Поэтому мне проще вспоминать там мероприятие Вот что там было, концерт, в каком городе, когда, что Потому что этого было тоже очень сильно много Но вот по концертам как-то ориентируешься А вообще забывать плохое умеете? Надо постоянно забывать плохое Но это получается? Конечно Если ты помнишь плохое, условно, то, что тебя сделали Да, то вот эта ситуация на тобой управляет И ты невольно начинаешь делать ошибки Если ты сделал плохое кому-то Так проще извиниться Проще извиниться, посыпать голову пеплом И сказать, все, мы идем дальше Все хорошо Да, да Вообще, сожалеть часто приходится в жизни о чем-то? Да К сожалению, что не вовремя заметил физические изменения с моим отцом Не вовремя Сгорел, к сожалению, царство на небесное За два месяца буквально И просто вот был на гастролях Как-то не заметил А диагноз был один В конце концов, оказался совершенно другой Должен был, должен был До сих пор Себе этого просить не могу Но очень надеюсь, что там его хорошо Потому что мы его помним Отец, военный Совершенно хороший человек Все практически То, что если он не мужской Дал мне отец А почему вы считаете, что вы в этом виноваты? Потому что я должен был Я должен был Я знаю симптомы этой болезни Я ей переболел два раза Та же самая, да? Ну, практически, да Вообще, чему вас на сегодняшний день научила жизнь? Как вы считаете? Это будет очень странный ответ Потому что мы об этом уже говорили Жить сегодня То есть вот здесь и сейчас Есть только миг между прошлым и будущим, да? Называется жизнь Потому что уходить Так скажем, сидеть на лагерях того, что было Ну, это не по мне Я лучше что-то новое начну Что-то новое сделаю Как вы думаете, почему очень многие люди живут в прошлом? Вашем времени? Потому что они видят смысла в настоящем А будущем? Которого еще нет? А будущего? А будущего ты не знаешь Ну, тем не менее, некоторые всегда чего-то ждут в процессе ожидания, да? Зачем? Будущее нужно делать своими руками Сегодня Сделал чего-то Пошел дальше Правильно? Потому что Манна небесная Прости меня, Господи Но манна небесная Ее не будет Ее не будет Надо всегда быть готовым К тому, что Ну, естественно, что самосовершенствование Определенное Потому что надо быть всегда готовым К тому Моменту Когда твои знания Будут востребованы Когда Твое мироощущение Будет востребовано В семье Или именно Того момента Когда Ты окажешься В нужном месте В нужное время Потому что Если ты сидишь дома Ну, понятно И говоришь Как все плохо Ничего не получится Ребята Надо хотят выставить диван Да, да И выйти на улицу Поним, что что-то Там можно встретить человека Которому Ты необходим У вас В вашей жизни Что-то изменилось Годами? Вообще отношения? Нет Спасибо моим родителям Моей семье То, что Как оно Как вас Повоспитывали Я просто человек Другого государства Другой эпохи Эпоха абсолютно другая И Даже про ту эпоху Я могу рассказать Столько, сколько Многие даже Не представляют Будучи главным пионером Советского Союза Вы были? Да Представитель Союзного Пионерского штаба На восьмом флете пионеров Человек, который получал Последнюю награду Пионерии Это знамя ЦК Был ПСМ На Красной площади Это все верно С учетом того, что Многие сейчас вообще не знают Что такое пионер Октябрь Я надеюсь, что узнают Потому что Юнармия Это про образ пионерии Практически С одной стороны С другой стороны Все-таки Страна возвращается К тому, что Ценности Патриотические ценности Начинают играть Хорошую роль Они пока еще Не до конца понятны Многим Но Начинают играть Ту роль Которая должна быть Потому что Я люблю свою страну Я Если надо Я в армии служил По Северному флоте Если надо Я встану Как все И буду оборонить А вы вообще В жизни легко Растаетесь с людьми? По-всякому Бывает Бывает тяжело Бывает легко Легко Растаюсь с теми Кто Просто-напросто Делает 2-3 Нехороших поступков Вот это Они просто уходят Из моей жизни Почему бы и нет? Главное Правильно им Показать Может быть Помахать руку Да нет, можно просто У вас вообще Друзей много? Нет Я не могу сказать Что у меня много друзей Максимум 5 человек У меня много Людей С которыми Мы делаем вместе Какое-то мероприятие Работает Это мои близкие Я за них Много что сделал Но вот друзей Правда Очень мало Их Ну 5 максимум Это тоже хорошо Да Да С какого периода? Ну наверное Вет с 3-х Я так думал Когда впервые На горшке Пел песню Расцветали яблони Игруши И смущало Эти всех Домочадцев Это тогда У вас заметили Талант Нет Дело в том Дело в том Что у мамы Семь сестер У них в свое время В месяц с бабушкой Был хор Терешовых Их так прямо Называли Они когда Семером начинали петь Это было что-то Потрясное Совершенно Видимо Это как-то Передалось Дед С отцовской стороны Делал гитары Скрипки И для цыган То есть там На все руки Мастера И по большому счету Вот это как-то Соединилось Во мне И Я в музыкальную школу В шесть лет пошел Раньше Чем был Чем был Чем был Образовательный Это было В подздан И это было Очень-очень здорово И очень интересно Как закончили У меня не было Ощущения Что мне это все Достало Как у многих бывает Нет На самом деле Я быстрее двигался Потому что Мне надо было После уроков Пойти Музыкальную школу Потом Приехать домой И получить Там определенные Какие-то произведения Которые Изучали И быстренько Побежать с пацанами Играть в футбол Вот Надо было Быстрее Быстрее двигаться Быстрее Быстрее Это как По все Но для меня В любом случае Всегда было Очень сложно Вставать с утра Я поэтому Себе такую работу Выбрал Чтобы с утра Не вставать От чего Зависимо Как вы думаете Вообще В принципе В жизни Ну как Каждый человек Я зависим От воды Воздуха И Земли Потому что По-другому Мы Не живем Ну вот Еды еще Конечно Потому что Еда Творческая Это одно А все Поесть Я люблю И Сам Приготовить Тоже Не откажусь Запросто Приглашаю Всех Ко мне На мясо То есть Вы Больше всего Мясо По мясу Да Простят Меня Наши друзья Вегетарианцы Но Как-то Не могу Отказаться Отказать Себе В куски мяса А еще От чего В зависимости Помимо Физиологических И потребностей От музыки Конечно То есть У вас прям В зависимости Которая вам Зависимость Я Я ее Постоянно Сочиняю И вот Когда Чего-то Там Не запомнишь Вот Потом Себя Немножко За это Бьешь Потому что Постоянно Сейчас Проще Сейчас Диктофон Есть Телефон Я там Мурлыкал Дома Там Разобрал По ноткам Я Наверное Зависим Все-таки От Ничего Я Зависим Ну Вы В основном Назвали Положительные Зависимости Ну Да Нет Отрицательных Положительные Положительные Ну Как Отрицательные Я не знаю Отрицательные Я еще детей хочу Ну Это Независимость Это нормальное Явление Стараемся С Марусей Надо Эти Правда Вот Когда мы Где-нибудь Где много Родственников Конечно Это не получается Что может Вас Вывести Из себя Прям Разозлить Неумение Слушать Расскажите Пример Маленький Интересно Очень простой Как Допустим Администратор Какого-нибудь Канала Звонит И просто Она Просто Приглашает Тебя В передачу Которая Тебе Абсолютно Неинтересна Абсолютно Не нужна Абсолютно Ни о чем Вот В моем Понимании Да И ты говоришь Извините Пожалуйста Для меня Это сложно Я не умею Об этом Думать И говорить Мне Это неинтересно Никак Ну Как же Вот Давайте Вы все-таки Придите Ну Я же сказал То есть не слышат вас Да Я же сказал Ну или Я не знаю Мне повезло Наверное С людьми Потому что Допустим Своему композитору Аранжировщику Я могу просто Намурлыкать В телефон И он понимает О чем Я ему намурлыкал И когда Он мне Мурлыкает В ответ Я говорю Да Да Хорошо Только Вот там Вставь Пожалуйста Скрипки И дубки Получается Да Замечательно Это самое главное Такие вещи Дома У нас Тоже Очень хорошо Потому что Я учился В Дитисе В Экинбире Шароеве Царство Небесное Последний Город И Марусь Училась В Пермском Уссердственном Университете Культура И у нее там Преподавали Ученики Экинбире Шароеве То есть У нас Даже По режиссуру Не бывает Таких Абсолютных Каких-то Это так Нет Есть Какой-то Общий Вектор Развития Направления Общей Понимания Того Что мы Делаем И Вот Наш Последний Концерт Юбилей В принципе Она Продюсер Этого Концерта Но Весь Концерт Мы Разрабатывали Как-то Ну Вместе Не вместе Где-то Что-то Понимая Где нужно Словно Переодеться Где нужно Чтобы гости Вышли Где нужно Чтобы цветы Подарили Но Так скажем Было большое Направление В концерте Потому что Сурба охраны Решила Что мне Артисту Цветы Дарить не надо И никого Не пускаю Почему? Ну почему-то Вот так вот Решили Меня охранять А если бы Вы не занимались Пением Музыкой Чем бы Вы Как вы думаете Занимались В жизни Тогда Я скорее всего Был бы Каким-то Общественным Детелем Например У меня Постоянно Ну Наверное Депутат Какой Вы отец По отношению К старшей Дочери К младшей Дочери Ну Я довольно-таки Сложный Что к старшей Что к младшей Потому что Со старшей Благодаря Маруси Только начали Общаться Так серьезно Для меня Было много Открытий То есть Я постоянно Мы разговаривали Я открывал Ее жизнь Для себя По-новому С другой стороны Ну Я такой Отец Что к старшей Что к младшей Что к своим Всем родственникам К своей сестре К своей маме К своему племяннику К крестнику В общем Ко всем Ко всем Своим родственникам Я очень простой Если они Что-то решили Вот серьезно Решили Вот Иди туда Я поддержу В любом случае Если я понимаю Что это не совсем До конца Решение Я буду молчать Улыбаться И как-то По-другому Это все А вот когда человек Понимает Что он хочет Я помогу Так же и со всеми Остальными Все Ну поверьте Мы работаем С очень многими И благотворительными Фондами И общественными Организациями И структурами Когда у человека Есть четкое Конкретное Решение И план Условия Я это Поддержу С удовольствием И когда есть Все-таки Какая-то Главная цель Которая Хочется Довить Этот человек Хочет Довить Данное мероприятие Или серии Мероприятий Или Своей Какой-то Определенной Компании Да Я пожалуйста Поддержать И поддержать Серьезно А вас Многие Поддержали Вот Как оказалось На выборах Президента Нашествия Очень многие Откипело На 100 голосов Все-таки Это просто Ничего Отлично Назовите Пожалуйста Своих Три положительных Три отрицательных Качества Неважно С какой Стороны Начать Можно Я Нудный Потому что Если Если человек Мне сказал Что я Готов Тебе Чем-то Помочь Я его Достану Вот Достану Достану Вот Нудный Я даже Не знаю Это положительный Положительный Я Пунктуальный Да Простят Меня Многие Потому что Мне проще Прийти Раньше Ну Это Хорошее качество Чем опоздать Я Я Довольно Снисходительным Крюльским Ошибками Если Человек Понимает Что Это Ошибка Если Не Понимает Это Другое Ну Я Я Не Знаю Как Сказать Я Я Считаю Что Человек Должен Жить Так Как Он Живет Только Я Я Несу Чужую Жизнь И Не Очень Хочу Чтобы Мне Кто-то Ставал Свой Нос Колокольный Со Своей Колокольный Вес Вот Это Третье Вот Я Пытался Обосновать Я Обосновался Для Себя Что Еще Плохие Да Отрицательные Качества Вы Очень Не Мудились Вот Это Правда Что Происходит Когда Вас Утру Знаете Вот По На Сам Дели Не Скажешь Вы Даже Когда Сказали Что Вас Можно Разозлить Когда Вас Не Слушают Не Слышат Люди И Когда Я Спросила Как Вы Говорите Ну Вот Я Так Мне Мне Кажется Честно Говорю Я Всех Предупреждал Всегда Не Надо Меня Разбудить Ну Вот Разбудили Что Происходит Вдруг Услышать Такое Что В Жизни Я Могу Не Сказать Никогда Потому Что Правда Хочется Поспать Просто Так А Второе Это Значит Раз Два Три Четыре Еще Что Такого Да Ну Я Увлекаюсь Особенно Если Это Касается Моего творчества Я могу Месяц Сидеть в студии Делать Альбом И лучше Меня тоже В этот момент Не трогать А в чем Здесь Потому что Альбом Пишется На одном Дыхании Его нельзя Писать В течение Года Ну Каждый Ваш Волен Мой случай В том Что Я набираю Песни Условно У меня их есть Мы садимся В студию Делаем Артур Пропеваем Вокал Пропеваем Подпевки Играем Гитары Играем Инструменты Как нужно Все Вот это Вот И это Должно Быть Одной Такой Колбасой Вот Оно От начала До конца Понимаешь Качество Отрицательное Какое здесь Наоборот Мне кажется Но это Опять же Мой взгляд Это же Месяц Выпад То есть Выпад Из жизни Звонят Чего-то Хотят Какие-то Мероприятия Все Я поняла Лучше Хорошо Так И еще Чего-то Да Но Тридеся Отрицательное На самом деле Я Я люблю Детей Я вот Я мечтал Чтобы у меня Там было Пять Большую Детей Я это Очень люблю Я люблю Большую Семку Это Плюс Минус Для меня Это Очень важно И поэтому Босмороз Мы Сильно Занимаемся Опять же Какое здесь Не знаю Плохое Это Хорошее В современных Тенденциях Европейских Ценностях Может быть Это Даже Кого-то А какая разница Для меня Это Главное Что Вам Да Это Моя Жесть Еще раз Очень Люблю Когда Турис Клоком Придет Начинаем Чем-то Говорить Что Обычно Вызывает У вас положительные Эмоции В жизни Прям Всплеск Эмоциональный Когда я Проснулся А Сразу Проснулся Да Вот Все Хорошо Самые яркие Эмоции Вот Именно Такие Положительные За последнее Время Можете Дети Ника Младшая Старшая Которая Которая Когда Когда Она Стоит Другой Когда Она Можем Куда Думать Уехать Или На Интервью Или Еще Чем-то С Марусей Старшая 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 Сладшая Ну Это Просто Борисов На Сердце Хорошо Спасибо Большое Что К нам Пришли Владимир Спасибо За Интервью Я Хотела Вам Пожелать Так Как Вы Хотите 5-6 Детей Вам Еще Я Думаю Лет 50-70 Впереди Есть Поэтому Хорошо Быти Время Еще Есть Соответственно Большое Пожелание В этом Смысле Чтобы У вас Сложилось Получилось И То Чем Вы Занимаетесь Общественная Деятельность Которая Для вас Интересная И важна Чтобы Тоже В этом Смысле Карьера Вошла Спасибо Хотелось бы По поводу Владимира Сказать Что Видно Когда я Сдаю Какие-то Вопросы Что Он Ждет От Меня Что Я Задам Какой-то Каверзный Вопрос В отношении Его Личного Чего Не знаю Но Само Собой Есть Какой-то Опыт В жизни О Котором Он Не Хочет Говорить И Как Мне Показалось Присутствует Немного Телесный Зажим И Психологический Потому Что Он Неоднократно Повторил О том Что Он Не Любит Когда Лезут В Его Личное Еще Я Заметила Что Владимир Рассказывая О том Что Он Испытывает Какое-то Состояние Злости Агрессии На самом Деле Как Таковой Он Не Передал Даже Когда Я Попросила Вспомнить Что Он Испытывал Когда Он Говорит Меня Будет Я Злюсь Но На самом Деле Я Не Почувствовала От Него Какую-то Агрессию Видимо Это В Его Представлении Что Он Испытывает Состояние Злости Агрессии Но По Факту Как Мне Кажется Из Общения С Владимиром Он Человек На самом Деле Не Злой Совершенно И Он И И Он Между Какими-то Ситуациями Я Думаю Что Именно Его Жизнь Наверное Опыт Какой-то Вот Научил Быть Таким Какой Он Есть На Сегодняшний День Еще Если Честно Я Был Поработала С Владимиром На Тему Того Что Он Себя Винит В Смерти Своего Отца Потому Что Это В любом Случа В жизни Надо Решать Как-то Потому Что Я Обратила Внимание На Реакцию Когда Мы Что Это Что Было Но Негативные Переживания Они Должны Пройти С Вами Была Я Психолог Гипнолог Олеся Фоминых И Программа Без Фрейда Не Пытайтесь Изменить Мир Меняйте Себя Это Ключ К Вашему Успеху Увидимся Через Неделю Продолжение следует